Российский рубль продолжает терять позиции против основных валют. Вчера по итогам встречи Евросоюза было принято решение о сохранении текущих санкций в том объеме, в котором они действуют сейчас. При этом энергетическое партнерство с Россией пока пересмотрено не будет. Для России сохранение санкций в текущем виде – это, безусловно, негативная новость. Тем временем котировки на нефть после вчерашней небольшой коррекции продолжают снижаться. Сегодня баррель Brent стоит всего лишь чуть выше 95 долларов за баррель. И все эти факторы, безусловно, оказывают серьезное давление на курс российской валюты. При этом Федеральная резервная система проводит такую политику, которая вызывает серьезное укрепление доллара против рубля, что также оказывает давление на российскую валюту. Вчера на рынке была некоторая паника. Дело в том, что стоимость бивалютной корзины впрямую приблизилась к границе валютного коридора, установленного Центробанком, и мегарегулятору все же пришлось вмешаться. Объем интервенции составил 581,5 миллиона долларов и привел ситуацию в некоторое равновесие. При этом Центробанк не заявлял о том, что сроки реализации политики по переходу на свободное курсообразование и таргетирование инфляции будут каким-то образом сдвинуты ввиду неблагоприятной геополитической обстановки. Дальнейшая динамика на российском рынке будет зависеть в основном от развития ситуации с санкциями и от стоимости нефти. Если санкции будут пересмотрены в сторону смягчения с течением времени, а стоимость черного золота выровняется, то курс валюты будет потихоньку укрепляться. Мы увидим котировки 38 против доллара, и российская валюта будет дальше набирать свою силу. Если же санкции будут пересмотрены в сторону ужесточения или будет введен новый пакет санкций, при этом котировки нефти будут дальше снижаться с ростом рисков, то рубль продолжит слабеть, и котировки 40-42 – это то, что мы увидим в ближайшее время.